Привет! Всем неравнодушным к свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News – еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Шесть камер и 3D-интерфейс. Компания Amazon представила FireFall. Авиакомпания TransAire разрешила пилотам использовать iPad на всех этапах полета. Новые подробности об Apple iWatch и многое другое. Ну что ж, а начинаем, конечно же, с самого главного – с новостей. Минувшая неделя запомнилась достаточно большим количеством интересных событий, произошедших как с компанией Apple, так и в целом всем техномиром, так что, поверьте, есть о чем рассказать. Шесть камер плюс 3D. На минувшей неделе компания Amazon наконец-таки представила публике свой фирменный смартфон с пресловутым 3D-дисплеем. Устройство от американского интернет-гиганта, слухи о котором вот уже буквально несколько месяцев витают по интернету, получило название FireFall. Безусловно, стоит отметить, что главной фишкой смартфона, так заинтересовавшего общественность, стала возможность отображения любого контента на экране в трехмерном формате, будь то обычные обои или полноценные приложения, вроде карт. Словом, нельзя также не упомянуть и о наличии сразу четырех дополнительных камер на лицевой панели, представляющих собой особую систему под названием Dynamic Perspective. Она позволяет не прикасаясь к экрану, например, пролистывать фотографии или осуществлять поиск в интернете путем отслеживания перемещений главы пользователя. Что касается характеристик, то тут уже все не так интересно. В этом плане смартфон можно сопоставить с флагманами скорее уже прошлого поколения, года этак 2013-го. Да и, в общем-то, изысканным дизайном он тоже как-то не блещет. Цена вопроса 650 долларов. Официальные поставки уже 25 июня. Но мы тем временем едем дальше. Летаем по iPad'ам. Авиакомпания TransAero разрешила пилотам использовать планшетные компьютеры Apple на всех этапах полета. Отныне бумажная документация экипажа должна значительно потерять в объеме благодаря появлению на самолетах планшетов iPad, которые отныне будут использоваться пилотами в качестве электронного бортового портфеля. Так, для более эффективной работы сотрудников на таблетке будет установлено специальное приложение, предоставляющее доступ к полетным картам и схемам маневрирования в районе аэродромов всего мира в электронном виде. К слову, iPad'ы теперь смогут не только оптимизировать работу экипажа, но и в том числе поспособствуют топливной эффективности рейсов. В общем, как ни крути, сплошные плюсы. Главное, чтоб только не разрядился. Да. Всему свое время на минувшей неделе в сети появились новые подробности об умных часах от яблочной компании Apple iWatch. Согласно последним данным, продукт будет оснащен прямоугольным дисплеем с диагональю 2,5 дюйма, незначительно выделяющимся над поверхностью корпуса, что как бы намекает на его дугообразную форму. Интересной особенностью также станет возможность беспроводной зарядки над способами которой, словом, сейчас активно экспериментируют в недрах Apple. Напомню, что предполагаемая розничная цена устройства будет составлять примерно 350 долларов. Однако, учитывая возможное разнообразие моделей iWatch, вполне ожидаемым станет тот факт, что цена все-таки будет меняться в зависимости от диагонали экрана или расцветки корпуса. В общем, поживем увидим. Ну что ж, о новостях на этом все, так что едем дальше. Безусловно, стоит сказать, что какими бы умными не были современные смартфоны, все-таки их первоочередной задачей по-прежнему остается обеспечение пользователя возможностью совершать обычные телефонные звонки. Наверняка многих из вас интересует вопрос, а существует ли способ звонить много, но при этом качественно и желательно недорого? На самом деле, конечно же, да, и если вы являетесь пользователем яблочной продукции, то слушайте внимательно, ведь сегодня я расскажу об одной классной функции, которая позволит всем владельцам техники Apple совершать не только высококачественные, но и при этом совершенно бесплатные звонки в любую точку земного шара. Ну а называется эта функция FaceTime Audio. По сути, она является дальнейшим развитием сервиса видео звонков, представленного компанией Apple в 2010 году на презентации iPhone 4. Главной особенностью данной функции является обеспечение пользователей возможностью совершать бесплатные голосовые вызовы между устройствами Apple в формате высокого качества Voice HD. Осуществляться данная связь будет за счет мобильных сетей или домашнего интернета, в то время как сама функция заработает на всех мобильных устройствах под управлением iOS 7, а также компьютерах Mac с установленной операционной системой Mavericks версии 10.9.2. Итак, для того чтобы воспользоваться данной функцией, вам достаточно будет просто зайти в свою телефонную книгу и выбрав в списке контактов нужного абонента нажать на значок трубки в графе FaceTime. Вот, казалось бы, прошло уже больше половины июня, когда лето, по идее, должно быть в самом разгаре, погодка, увы, не особенно спешит баловать нас теплыми солнечными днями. И, безусловно, повезло тем людям, которые уже успели упорхнуть в теплые страны и сейчас нежатся где-нибудь на берегу моря, однако если среди вас все же есть еще те, кому только предстоит кинуться в объятия долгожданного отпуска, думаю, весьма кстати придется мой сегодняшний спешл с тройкой классных игр, которые определенно не дадут заскучать на пути к вожделенному отдыху. И первой ласточкой в нашем импровизированном топе станет игра под названием Timberman. Это несложная аркада-геймплей, который в буквальном смысле страшно затягивает своей гипнотичной цикличностью действий. Все, что потребуется от игрока, это набрать как можно большее количество очков, выступив в роли забавного 8-битного персонажа и пытаясь срубить бесконечно высокое дерево. Происходит тут все путем обычных тапов по левой или правой части экрана. К слову, главная сложность игрового процесса заключается в пресловутых ветках, которые, встречаясь то там, то здесь будут всячески мешать вам бить рекорды других игроков на пару со специальным таймером, который, будьте уверены, ни секунды не оставит на раздумья и определенно заставит как можно быстрее тыкать в экран своего устройства. Бесспорно, игру Flappy Bird можно считать примером сверхуспешного игрового проекта, породившего в цифровых магазинах без исключения всех платформ десятки, если не сотни клонов. Так игра Mr.Flapp, разместившаяся на второй строчке нашего топа, хоть и является очередным плагиатором оригинальной идеи, надо сказать, все же захватывает своим еще более интересным и сложным геймплеем. К слову, здесь игроку предстоит маневрировать среди труп не просто движущихся в пространстве, но еще и постоянно изменяющих расположение заветного прохода. В игре предусмотрено сразу два режима с разной степенью сложности, начиная с относительно простого и спокойного и заканчивая сверхбыстрым и просто суперсложным. Ну и наконец, на третьей строчке заслуженно разместилась игра The Line, которая в буквальном смысле является собой просто верх простоты и минимализма. В данной игре вам предстоит преодолеть как можно большее расстояние, управляя небольшой точкой и при этом всячески стараясь не задеть граней абстрактного лабиринта, процедурно генерируемых путей и проходов. Игровой процесс постоянно сопровождается приятной музыкой, что с самых первых секунд вовлекает в атмосферу геймплея. Ну и в продолжении футбольной темы активно развиваю свою мысль о классных мобильных приложениях, которые помогут вам всегда оставаться в курсе событий чемпионата мира по футболу. К слову, на этот раз мой взор пал на официальное приложение от Международной ассоциации футбола с незамысловатым названием FIFA. Оно позволит болельщикам буквально из первых рук получать всю необходимую информацию об играх 2014 года в Бразилии. С его помощью вы сможете просматривать не только результаты матчей, но и большое количество фото, видео репортажей, эксклюзивных статей и море другого интересного контента. Приложение также предоставит пользователю возможность ознакомиться с полными досье на все сборные, а также подробными биографиями самих футболистов. Но, словом, главный его минус – это отсутствие русской локализации, что для многих окажется весьма критично. Признаюсь честно, я как активный мобильный фотограф в последнее время стал нередко замечать, что как-то не устраивает меня стандартная камера в моем айфон. Нет, снимает она конечно хорошо, тут вопросов нет, однако иногда дополнительные возможности очень бы пригодились. Но вот согласитесь, где-то широкий угол бы не помешал, а где-то и хорошее макро оказалось бы не лишним. Так вот, недавно удалось мне решить столь насущную, по крайней мере для меня, проблему, благодаря одному любопытному аксессуару, о котором, к слову, сейчас и расскажу. Голодком свежего воздуха в среде мобильной фотографии для меня стал набор съемных объективов от компании Berry. По своей сути, они являются неким дополнительным элементом для линзы вашего смартфона, позволяющим не только придать сделанным снимкам особую оригинальность, но и само собой, значительно улучшить возможности камеры непосредственно самого айфон. К слову, совместим данный набор как с айфон 4 4s, так и с айфон 5 и, конечно же, айфон 5s. Все, что нужно сделать для того, чтобы воспользоваться объективами, это поместить смартфон внутрь специального кейса, идущего в комплекте поставки, причем сразу в двух вариантах под разные корпуса, и уже после этого прикрутить нужный объектив к специальному отверстию окружающему камеру. К слову, сам кейс выполнен из довольно качественных и приятных на ощупь материалов, на смартфоне сидит хорошо, да и в руках держать удобно. Правда, смотрится айфон в таком, прям скажем, боевом формате весьма нелепо, но, думаю, это далеко не самое главное, к тому же чехол без особого труда снимается с устройства. Что касается самих объективов, то в комплекте их идет всего два, при том, что один из них позволяет снимать сразу в двух режимах, так у вас фишай, а если открутить переднюю линзу, то получается макро. К слову, первый объектив тоже разборный, правда в его случае никаких дополнительных плюшек, увы, не предусмотрено, так что он заточен только под широкоформатную съемку. Ну а теперь поподробнее поговорим о каждом из режимов съемки, и заодно продемонстрирую возможности данных объективов на примере снятых фотографий. Начнем с Вишай. Это, пожалуй, наиболее интересный сверхширокоугольный объектив, позволяющий запечатлеть на снимке максимально большое количество объектов и добиться весьма и весьма, над сказать, оригинальных кадров. Следующий макрообъектив предназначен для съемки мелких предметов с небольшого расстояния. К слову, зачастую именно он позволяет добиваться великолепных результатов, которые даже близко не под силу штатной камере iPhone. Ну и, наконец, широкоугольный объектив, увеличивающий угол обзора камеры на 40%. К слову, особенно классных результатов можно добиться, используя его при панорамной съемке. Ну и под конец пару слов о комплекте поставки. В коробке, помимо вышеперечисленных аксессуаров, вы также найдете специальные крышки для объективов, которые помогут избежать появления царапин, а также специальный мешок и крепление для переноски или хранения объективов. Ну что ж, а на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей, и прежде чем попрощаться, напомню, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании «Город». Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого, пока!